всем привет хочу продемонстрировать мою новую работу рукоятки на ножек фирмы spider к модель military популярная всеми любимая модель ножа не всеми но многими потому что я не любитель этого ножа вот ну нож очень популярна на самом деле вот занимает как говорится в рейтингах разных лидирующей позиции и он заслуживает внимание с моей стороны скажем так вот ну почему я оговорился что всеми любимыми вернее не всеми и то что я им как бы не люблю это потому что мне не нравится дизайна этого ножа абсолютно рукоятки меня никак не вставляли я купил как бы только потому что коллекционер любитель ножей он должен был быть у меня и плюс еще я должен был поэкспериментировать сделать на него накладки мои накладки теперь выглядит вот таким вот образом и нож в сборе выглядит вот таким вот образом можно мой взгляд стал намного симметричнее гармоничнее красивее и пока высказываетесь на свое мнение в комментах будете оставлять свое негативное или позитивное вот сделал я значит это 3d обработка у нас сделал я такой вот выборки что ли скажем так хвост кометы что ли ну похоже на хвост который на мой взгляд он идеально подходит под форму этого клинка вот и продолжает вот эти линии как бы ну мне кажется это дизайном идеально подходит под этот нож вот кому-то конечно будет непривычно видеть нож в такой рукоятки потому что это уже не больше похоже даже не кастомизацию как бы ножа это такое ощущение что это новый нож потому что он воспринимается и выглядит абсолютно по-другому вот эти линии похоже на скольжение я соответственно придумал его название там свист назвал скользящий стремительный что-то типа того короче вот нож будет значит так называться у нас другой стороны ножик выглядит у нас вот таким вот образом вот теперь двух словах в самом ноже работе и посмотрим сближены так ну здесь у нас значит 3d обработка как я сказал накладки соответственно чуть толще чем заводские вот у spider вообще сильно как бы все подогнано очень плотно чересчур плотно скажем так у них шайба очень тоненький и шаг право шаг лево карается расстрелом у них вот и поэтому невозможно было винты выставить как бы по максимуму то есть ну что все гармонировал пришлось их утопить под диаметр заводских вот из-за этого здесь чуть-чуть подтоплено но это не принципиально вот но расширить невозможно было физически вот это конструктивный момент такой а в остальном все я подогнал и все выглядит просто как заводская работа вот с другой стороны у нас клипса также заводом предусмотрен только установка на одну сторону ношение только вверху и пап что ли называется как бы я не спит тоже в названии вот и соответственно из-за толщины моих рукояток клипса не винты не доставали как бы до лайнеров и я ее также подтопил но это этого принципе незаметно не видно она здесь все как говорится этот подогнана идеально сделана выборка куда садится клипса и здесь она как бы даже стала гладкой вот на функционал сама клипс тоже не повлияло где-то 0 8 миллиметров миллиметр скажем так украдено сверху но жесткость и ношение на кармане все нормально здесь уже несколько дней нашу тестирует от эти рукоятки на кармане проблем нет в спортивке в джинсы влетает нормально все вот по винтам значит винты здесь все одинаковые но это только с виду они одинаковые они все спрятаны как бы внутрь заподлицо скажем так вот почему они одинаково значит здесь естественно американский нож и здесь система как бы винтов резьбы все это американская ну или можно сказать им чего я вот возможность нарезать резьбу американскую и винта у меня американская резьбу нету и здесь соответственно у нас стоит заводской американский винт так как здесь упорный шкив то есть он который несет на себе нагрузку как бы здесь я ничего не менял все заводское то есть вот эти три винта я уже заменил это уже будут идти в комплекте спейсер рукоятки 6 винтов это уже формата m2 европейский стандарт вот и при разборке сборки пожалуйста не путать потому что это и этот винт сюда не подходит соответственно эти сюда есть еще что-то куда-то вкрутить ну скорее все это ты сюда вкрутить уже попытавшись вкрутить м2 уже резьба будет повреждена потому что здесь у нас сам винтик он резьба где-то 2 и 1 миллиметр скажем так а здесь 1 95 или 1 и 9 то есть это чуть-чуть винтик больше его визуально тоже видно что он больше так что не путайте будьте внимательны вот по винтам тоже такая история нас снаружи выглядит все одинаково вот здесь не придраться здесь скажем так фирма веников не ряжет вот теперь по логотипу короче говоря здесь место я не нашел все какое-то маленькое обрубленное непонятно передок но передок абсолютно заводской я здесь ничего не поменял так как здесь опять мы загнаны в рамку при открытии здесь должен быть плавно переход соответственно и здесь переход вот и увеличить уменьшить ничего не получается и соответственно вынес заднюю часть ножа здесь он смотрится логотипчик шикарно вот даже как бы лучше чем спереди мне так понравилось как бы на это его место вот вот потом вот так вот что там дальше по спейсеру спейсер это конечно отдельная история для этого ножа это скажем так изюминка этого ножа вот это вот линия такой хоз кометы и вот спейсер он который так бросается в глаза и придает ему такую скажем так изящность яркость какую яркая точка в этом ноже вот он имеет он такой большой на половину ножа чуть больше нас да наверное даже ну где-то наполовину вот здесь он гладкий аккуратно выходит из-под рукояти и соответственно здесь есть насечка которая достаточно она большая но ничего не царапает не колет и реально она помогает здесь палец реально цепляется вот и мы исправились от заводского отверстия от дырки задницы сделали вот такую изящную дырку в темле для темлячка на спейсере на мой взгляд тоже классно смотрится и вставить сюда темлячок без проблем можно плюс дизайн плюс практичность все такое и при хвате как бы ничего не колит не мешает но здесь все нормально в этом плане все получилось удачно скажем так вот клиночек и не выставлял собрал сразу здесь соответственно 4 винта ну по крайней мере 3 здесь чуть надо выставлять будет потому что спейсер у нас 10 заводские здесь алюминиевые были был спейсер короткий и алюминий все-таки это жесткие резьба нарезана прямо на нем и здесь в плане точности конечно намного выше чем здесь за это чуть-чуть надо будет выставить но он уже сейчас принципе стоит все по центру может микро отклонение есть вот дальше что у нас тут сравним его наверно не наверно посмотрим чуть сближены я не показал без лишних слов как это все дело выглядит 3d обработка g10 замочек все как у заводского подконка идеальные спейсер клиночек вот так сны сравним наверно с заводом и почувствуем разницу ну по размерам первую очередь конечно нож огромные надо признать и я старался здесь украсть как можно больше размера чтобы он стал компактнее потому что нож многим нравится многие он носят собой вот всем нравится длинный клинок но это конечно во-первых толстозадая непропорциональная на мой взгляд да из этого мне не нравился этот дизайн конечно ручка все портила ну да хватать как может держать чуть приятнее эффективнее может быть вот но дизайн кошмарной вот и соответственно по размерам я смог украсть скажем так вот такое вот расстояние сзади это порядка 8 миллиметров в длине значит сэкономили избавились от того бугра который не дает руки назад скажем так соскальзывать вот и клинок мы подогнали в итоге под практически до самого конца чтобы было и безопасно и в то же время максимально возможную длину выдали и так как здесь клипса с одной стороны только и ставится нож в джинсы куда бы там ни было таким вот образом клинком вниз и есть шанс зацепить как бы клинок и порезаться или воткнется порвет одежду здесь я все спрятал нормально и даже в перчатках матерчатых я не могу достать клинок здесь утоплено все хорошо здесь вот так вот так вот можно видеть как бы он вроде бы и до конца как бы но в то же время его зацепить тяжко пока вот перчатках вот не получается то также утопила здесь клипса не помню говорил не говорил клипса утоплена выбора на пространство все здесь тоже нормально вот в руках значит как сидит в руках сидит все тоже ничего не колли удобно все все четко здесь любыми хватами вот еще в отличие от заводских пока не забыл под пальцы вот это выемка которая как бы для замка скорее чуть-чуть сделаю здесь поменьше не сильно уменьшил но чуть-чуть все-таки уменьшил потому что здесь она как-то слишком чересчур на мой взгляд было большой но визуально даже незаметно что намешено и плюс она помогает при хвате палец сюда ложится просто отлично и держать вот так вот нож просто ну вливается в рука это конечно здесь вообще удобно принципе заводские были удобные но и здесь а вот придраться мне не к чему все сидит просто шикарного таким вот образом вот значит хват нормальный ничего не коллет ничего не режет чувствуется в руках только клипса и все в принципе спейсер тоже не коллет не режет даже когда вот так вот держишь он здесь тоже не мешает вот если перехватить за клинок так вот взять то можно видеть насколько рукоятка удлиняется даже в камеру тяжу тяжело поместить вот так вот ну вот такой вот нож у меня получился вот такие вот рукоятками получились на мой взгляд дизайн этот намного приятнее лучший гармоничнее конечно те кто привык заводским рукоятка могут сразу не принять этот нож этот дизайн потому что это новый нож вот по охвату тоже вот чем чревато это отсутствие вот этой канители может быть может быть уже появятся комменты сразу его заранее на переживание с работой вот по хвату единственное ощущение я еще раз повторюсь ощущение что в обратку когда тянешь ничего не удерживает только вот насечка здесь и все принципе если отсюда палец оскакивает как будто как будто вы скользит может но это только ощущение потому что основная нагрузка на скольжение идет при протыкании чего-либо вот но если это сильно вязкая масса какая-то его воткнули клинок глубоко то обратно может сложиться такое впечатление что это делал как говорится соскользнет но по скольжению еще раз повторюсь есть под пальцевая выемка есть насечкой плюс есть еще спайдерка чем хвалится это вот насечкой микро текстурой которая такая цепкая считается но на самом деле она такая есть вот здесь у меня помимо насечек сзади есть еще и микро текстура здесь она сделана как бы скажем так искусственно на всех рукоятках делаю не глянцевые как бы ну чтобы не сильно гладкий а скорее матовые рукоятки получаются не потому что оставляю микро насечку при обработке на фрезерном станке вот здесь ничего не колит не режет и по ощущениям она гладкая но в то же время она цепкая вот она не скользит как бы поэтому если намочить рукоятки или будут руки жирные как ни странно но эффекты удержания есть у этих рукояток при такой обработке вот я специально оставляю то есть золотая середина и все гладкие в то же время все это самая цепка из-за этого они выглядят матовый можно каша шлифовать они будут блестеть будто ярко выделены волокна здесь и таких видно эти волокна и так они видны но сильно будет видно но ручки будут очень скользкие а так все четко этом плане тоже чуть проработал скажем так этот момент вот ну и больше сказать наверно мне нечего больше добавить нечего вот такие вот рукоятки еще разряда вот ну оставляйте комментарии ваше мнение я еще буду недельку где-то пользоваться этим ножом потом только выложу на сайт вот если все нормально будет как говорится по тестируем то есть сначала тесты а потом уже продавать начнем вот так вот оставляйте ваши пожелания кто не подписан еще подписывайтесь потому что будут новые работы естественно и будем стараться делать что-то скажем так меняющая нож полностью вот так вот всем спасибо всем пока